Привет. Прежде всего хотел узнать, есть ли какие-то темы табуированные, вопросы, которые нельзя задавать? Нет, таких нет. Нет рок-н-ролла без наркотиков, так говорят. Как вам удалось избежать всего этого? Возможно, именно поэтому вы всегда стремитесь делать что-то такое, помимо музыки. Например, фильм об охоте на лис, или книга про деревню, потерянную и найденную. Это, кстати, поразительная работа. Ой, спасибо вам большое. Это вам большое спасибо за все, что вы делаете, потому что перед вами еще одна деревня, потерянная и найденная. Это Москва. Думаю, что и о ней можно что-то сделать интересное. Да, спасибо. Конечно, я всегда в поиске, всегда ищу что-то новое. Так в чем дело? Вам не нравится музыка, которую вы играете? Нет, как раз наоборот. Музыка для меня – это своего рода мост между мной и самыми главными вещами в жизни. Музыка для меня – это диалог. Если вы посмотрите на то, что я писал в прошлые годы, то вы увидите, что я все время что-то искал. Искал что-то о людях. И в том, как одни люди ведут себя с другими. И с животными. И я лучше понимаю эти вещи, как мне кажется. Нет, я люблю музыку. Музыка сама по себе для меня – это нечто безумно ценное и удивительное. То есть вы делаете это не ради денег? Просто для себя? Меня не слишком волнуют деньги, если честно. Деньги для меня – это нечто такое, что можно использовать для того, чтобы сделать в этой жизни нечто хорошее. Ну да, это как борьба с охотой на лис. Вы делаете это не за деньги. Нет, это невозможно делать ради денег. Ты можешь это делать только потому, что это тебе под силу. И думаю, мне очень повезло, что мне не нужно беспокоиться насчет денег. Что я могу сделать – это только лишь потому, что я уверен, что это важно. Я думаю, человечество серьезно заблуждается. Это историческое заблуждение. Будто человек – самый важный из биологических видов. И я уверен, что мы ведем себя по отношению к остальным живым существам крайне отвратительно. Стало быть, вы из тех немногих музыкантов, которые все-таки связаны с политикой. В некотором роде. Мне приходится иметь дело с политиками. Но я не политик, а человек, который оказывает давление на политику. Я заставляю их взглянуть на некоторые вещи с другой стороны. А вовсе не являюсь членом политической партии. Вы голосуете? Я голосовал. Когда в последний раз голосовали? Я не голосовал в последний раз, но так вышло случайно. Знаете, для большинства людей трудновато заставить себя голосовать. Большую часть жизни я голосовал за консервативную партию. И мне будет сложно, потому что это родной для меня мир. И мне будет сложно решить для себя, за что голосовать теперь. Но мне хочется верить, что мы можем изменить наше отношение к животным, независимо от политики. Это должно быть выше, чем политика. Политика должна быть ниже. А то, как мы ведем себя друг с другом и с животным миром, намного выше. Но это невозможно сделать без политиков. Да, к сожалению. Если хочешь что-то изменить в этом мире, то надо действовать через политиков. В нашей стране политики часто привлекают музыкантов в своих избирательных проектах. Да, для того, чтобы самим стать знаменитостями. Возможно ли, что вы выступали в какой-то другой стране, кроме вашей, в поддержку какого-либо политика? За бабло. Я думаю, что нет. Нет. Теоретически, если бы какой-то политик избрал бы курс в поддержку животных, к сожалению, политические партии обычно не избирают для себя такой курс. Нет, я не играл бы для политиков. Если бы, конечно, какой-то отдельно взятый политик предложил лично мне что-то, что я мог бы отдать животным. Я стал бы голосом животных. Эта мысль мне нравится. У вас есть друзья среди политиков? Немного, но да. Хотя вообще политики, как порода людей, мне не слишком приятны. Скажем так, эта порода людей меня несколько разочаровала. Это люди, которые называют себя профессионалами, а все сводится к борьбе за собственную карьеру и голоса. И, разумеется, невозможно быть политиком, не думая о таких вещах. Но я знаю несколько людей, которые, как я, действительно хотят изменить мир к лучшему. Верю во что-то. Вернемся к музыке. Да. Вам не приходила в голову идея о создании некого проекта с каверами всех хитов группы? Не только песни, которые вы лично написали для проекта? Нет. Почему? Вы считаете, что в группе сделали все, что смогли? Да, скорее всего, я хотел бы остаться за пределами репертуара группы Куин. Потому что мы туда вложили столько страсти, столько споров, и сил, и творческой энергии. И, как это называется... лепили все это так тяжело, что я не трогал бы эти песни. Окей, но я думаю, что фанаты группы были бы очень рады, если бы вы или Роджер сделали это. Потому что меня всегда интересовало, как бы, например, Брайан Мэй исполнил ту или иную песню. Разумеется, Фредди был великим вокалистом. Но вы, ребята, очень-очень разные. Это было бы интересно. Это не самая плохая идея, если честно. Тогда я буду российским продюсером этого проекта. Ага. Но на самом деле я иногда думаю об этом. Мы уже работали с Кэрри Элис над моими песнями. Иногда нас заносит на территорию Куин. И она сделала версию песни «Сейвми». Да, я знаю. И у меня очень хорошее впечатление от этой работы. И мы заходим немного на другую территорию. Так почему бы не записать все эти треки? Это не так просто. Почему? Раньше было легче? Не сказал бы, что легче. Возможно, это не так просто лично для меня. Еще бы. Все-таки 64 года. Пол Маккартни пел, что когда ему будет 64 года, он уже не будет петь на сцене в таком возрасте. Он так сказал? Нет, он так не сказал. Но это можно было прочитать между строчек в его песне. Да и Мик Джаггер как-то сказал, что нельзя играть рок-н-ролл после 30. Думаю, ему было больше, когда он это сказал. Прикидывался подростком. Ну, так или иначе, это музыка нашего поколения. Поколения более старшего. Думаю, что рок сейчас – это музыка для всех. И это прекрасно. И даже, скорее всего, так оно и было всегда. Это не была музыка какой-то конкретной возрастной категории. Это музыка особого состояния души. Вы что-нибудь слышали о российских музыкантах или российских группах? Очень мало. Очень мало. Иногда что-то приходит мне на почту. Но у меня так мало времени. Моя жизнь так переполнена, что не хватает времени отслушивать собственный материал. И меня это ужасно расстраивает. Как вы считаете, верно ли утверждение, что рок-н-ролл разрушил Советский Союз? Что разрушил? Ну, нашу страну, СССР. Вы когда-нибудь слышали об этом? Конечно же, я слышал об этом. И у Куин была такая репутация, что нас сюда никогда не пускали. Мы по каким-то социальным, политическим или этическим причинам не подходили для выступления в этой стране. Уж не знаю, в чем там была проблема. И сейчас для нас очень большое дело – оказаться здесь, в России. Потому что было нельзя. И вдруг стало можно. И это удивительно, и приятно. Не знаю, насколько там рок-н-ролл виноват. Думаю, если что-то и разрушило Советский Союз, то это была коммерциализация, западное отношение к деньгам. Но посмотрите на перемены, которые здесь произошли. Перемены огромные. Экономика стала другой. Капитализм процветает. Идеология рухнула. В данном случае, не важно, хорошо это или плохо, но это факт. Что касается меня, то я не вижу разницы. То есть аэропорты во всем мире одинаковы. И везде люди хорошо одеты. И у всех все есть. И эти же люди кричат. Какое страшное время мы живем. А потом покупают бриллианты и ломают голову, как декларировать их на таможне. Я не понимаю, что страшного с ними происходит. Откуда это? По-моему, это нездоровая ситуация. И это печально. Вернемся к разговору о рок-н-ролле. Некоторые считают, что рок-н-ролл это наркотик. Что он влияет на физиологию человека. Может быть. Меняется давление, там, гормональные выбросы. Что вы об этом думаете? Ведь получается, что тогда вы в некотором роде драг-дилер. Распространяете это среди своих слушателей. Ну, если это наркотик, то это очень хороший наркотик. Он не портит здоровье, как плохие наркотики. Не, ну, считается, на самом деле, что все наркотики плохие. Нет, если честно, я считаю, что музыка – это нечто настоящее. В отличие от наркотиков. Который создает лишь иллюзию приятного состояния. Но я убежден, что музыка затрагивает высшие уровни мышления и чувств. И это бесценно. И если она владевает вами, то это прекрасно. Вы сами ездите за рулем или у вас водитель? И то, и другое. Иногда я езжу сам, но когда работаю, то с шофером. Тогда вы должны понимать, что если едешь под такую вашу романтическую композицию, вроде «Любовь всей моей жизни», то ведешь машину плавно. А по динамическую музыку начинаешь гнать? Да, надо аккуратнее выбирать музыку. Да, значит, музыка конкретно влияет на нас. Конечно. Музыка определенно влияет на людей. И даже простой разговор влияет на людей. Тогда о разговорах. Какой самый тупой вопрос, который вы слышали когда-либо от журналистов? Возможно, вот этот. Я знал, что вы это скажете. Извините, вы сами открыли для меня эту дверь. Нет, это не глупый вопрос. Какой был самый глупый? О, их было так много. Очень глупых вопросов. Журналистов ведь учат в специальных учебных заведениях. Они приходят к тебе и спрашивают, насколько это важно для вас быть на этом мероприятии. По какой шкале? О чем ты вообще говоришь? Если бы это было неважно, зачем бы я сюда пришел? Пожалуйста, задайте вопрос, который бы что-то значил. Ну и поскольку вы англичанин, вы должны ценить вопросы о погоде. О, мы обожаем говорить о погоде в Англии. У нас всегда происходит что-то немыслимое. Ну что ж, сегодня классная погода. И вдвойне классно было встретиться в такую погоду с вами, с легендой. Спасибо вам. И отличные были вопросы.